Добрый вечер! Мы продолжаем читать книгу Рава Шерке «Хидуш Гадоль». Читаем мы на иврите, переводим и вместе обсуждаем, пытаемся понять его мысль. Общий раздел, который мы читаем, называется «Тора», и в ней короткие отрывки. Следующий отрывок «Маиньян Шмита Эцель Харсинай». В чем смысл Шмиты у горы Синай? Непростой отрывок, но сейчас с помощью Нехана мы попробуем его разобрать. Потому что в книге «Дворим», насколько я помню, там, когда говорится о том, что говорил Господь Маисей на горе Синай, и дальше «Закон Шмиты» перескатывается. И «Медраж» или «Откуда это?» Это стандартный вопрос такой, «Маиньян Шмита». А, вот этот вопрос, да, который в заголовке? Да, Шмита Эцель Харсинай, «Откуда это?» И в «Бесифре», да, в «Медрэшэ», «Бесифра», в «Форашат Эрсинай», «Ведавэл Ашэм Эль Мушэ» в «Арсинай», в комментарии «Медрэша» говорит, «Маиньян Шмита Эрсинай», «Алёй, колэмец, вот нэрму бы Синай». Зачем вот в этот, предваряет заповедь Шмиты снова таким, такой декларацией, да? Да, и говорил, «Ашэм Мушэ на горе Сина», и дальше идет заповедь Шмиты, да? Это вот я открыл как раз сейчас «Вэйкра», «Бэгар», это видно? А, это «Вэйкра», да? Да, да, вот здесь как раз «Равшерки» ссылается на вот этот комментарий Раши, в котором, наверное, этот «Медрэшэ» приведен, да? Да, да, да. Какая связь, что мы с другим годом? Да, 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 «Арсинай», конечно, это я перепутала. И, в общем, это, так сказать, такой настолько известный вопрос, что он даже вошел в повседневную речь. И говорят, «Маньяц», «Миталярцы», значит, тут две вещи несовместимые, и как бы пытаешься склеить, да? Какая связь? Вот в обычной речи даже, наверное, такое можно, или в статье встретить. Очень известный такой вопрос. Да. Да, вот спасибо Нехаму, потому что я уже вот самого первого вопроса не понимал, да, что за вопросы и так далее. Так, ну тогда я, наверное, почитаю чуть-чуть комментарий Раши, который, собственно, «Равшерки» на него ссылается. И говорил, «Господь, мы же на горе Синай. Какая связь между субботним годом и горой Синай? Почему подчеркивается, где была дана заповедь об этом? Разве все заповеди не были даны на Синай? Однако понимать следует так. Подобно тому, как заповедь о субботнем годе с ее общими и частными положениями и деталями изречена на горе Синай, так и все заповеди с их общими и частными положениями и деталями изречены на горе Синай. Так находим в Турад-Куаним. Турад-Куаним – это книговая икра, ее другое название. А, вот оно что. На самом деле, все эти названия, у каждой книги есть другое название, они в русском языке как раз, я не знаю, откуда это наследовано из других переводов Танаха. Они скорее, вот, Бамидбар, например, у нас книг, называется «В пустыне», да? А в русском переводе он называется «Числа», правда? Да. А вот второе название, которое пользуется Медраж, называется «Тарат-Пикудим», да? Угу, это как раз «Исчисление», да? Да-да-да, и вот, и так же, вот, и здесь. Вот там у нас называется «Левит», а не «Вейкра». Угу. И название русское, оно следует, скорее, за этим вторым названием, которое часто употребляется в Медражах. Но сейчас я точно не скажу, каким образом это попало в нашу славянскую русскую Библию. Ну, может быть, через Септуагинту как-то? Нет, надо проследить, это не секрет, скорее всего, из других переводов, да. Почему они пользуются другими названиями? Вот, по-моему, да. Почему они использовали? Они классические, еврейские. Не знаю. Ну, это как бы не наша тема, просто я заодно. Угу. Так, ну и поняв, собственно, суть вопроса, который вынесен в заголовок, да, какая связь заповедей о Шмите субботнего года с горой Синай. Перейдем, собственно, к тексту Равушерки. Хар Синай гумакор аруханиют хайютер гадоль. Гора Синай – это самый великий источник духовности. Эйн арциют ба хар Синай. На горе Синай нет земного. И поэтому возникает вопрос о заповеди Шмиты, которая всецело касается земли, то есть почвы. Как она связана с горой Синай? И такой вопрос задает Раш и отвечает. Это вот то, что мы сейчас прочитали. Комментарий Раша на самое начало недельной главы Багар книги Вайкрафт. То есть точно так же, как Шмита, все ее детали и положение даны на Синай, так же и все остальное, вся остальная Тора дана на Синай. Если я правильно понял Раши, тут нам напоминается, что уже следующая книга после Шмот, что все, что сейчас нам говорится, это было получено Моше вот тогда на горе Синай. Или тут что-то другое говорится? Там есть много заповедей, но тут у нас есть некоторые более детальные подробности, дополнительные подробности заповедей. И не только Шмиты, но и других заповедей. Раши ведь, как я поняла Раши, он имеет в виду, что Шмита тут только как пример, она следует сразу после этих слов, но намекает нам на то, что все, что сказано, все подробности, которые Моше излагает, все они идут от Синай. А Раф Ширке, он немного поворачивает в другую сторону, он немного даже понимает вопрос по-другому. Он понимает вопрос так, что вообще Тора, которая была дана на Синай, она духовная такая, она вообще не связана с мелкими земными делами. И вот чтобы подчеркнуть, что она не только духовная, но она связана с всякими земными делами во всех их подробностях, здесь вот именно такое соседство и приведено Арсенай и как раз именно заповеди связаны с самой землей, не какие-то там заповеди чистоты, куэнов, жертв, другие какие-то, которые где-то находятся посередине, может быть. А вот сама земля, то самое низкое такое место, самое земное, оно является явным примером того, что все подробности, все они исходят из Синая, независимо от уровня их духовности. Привет, Гриша, привет. Привет всем. Я напомню в двух словах, вопрос у нас такой, гора Синай как источник духовности и какая ее связь с заповедью субботнего года, который как раз относится к земле, то есть к почве, да, наоборот. И продолжаю читать. «Варзэ меламэ дутану альмагуд атура шиба альпэ». И это обучает нас сути того, чем является устная тора. «Шебэ ша аше немсара тура шибиктаб немсара има тура шиба альпэ». Что в тот же час, когда была передана письменная тора, была передана и тора устная. «Маду айесо дзэ немсар лану давка дэрех митсват ашмита». И почему это передано нам именно через заповедь шмиты. Я поясню, что передано вот именно то, что мы узнали от раши, да, что вот эти все детали, которые мы получаем в устной торе, да, они, говорит раши, были также даны на горе Синай. «Мишум шага тура шиба альпэ ги хашутафуд шэльга адам бэгилуй турат ашэм». Потому что устная тора ги шутафуд шэльга адам бэгилуй турат ашэм. Да, устная тора есть партнерство, да, партнерские отношения человека бэгилуй турат ашэм. В раскрытии тора Всевышнего, да, то есть получается устная тора, да, вот эти все, как бы, детали, их выяснения о том, как их применять в повседневной жизни, вот, они как раз демонстрируют нам партнерство человека в раскрытии тора Всевышнего уже, да, то есть получается, тут есть уже три тора, как бы, да, устная, письменная и тора Всевышнего, да, что свою тору он передает нам через письменную и устную тору. «Ва шмита ги бетуй лешутафуд ха адама бэмисват ха адам». То есть устная тора выражает партнерство человека в раскрытии Всевышнего, а шмита, то есть вот эта заповедь субботнего года, это выражение партнерства земли в заповеди человека. «Шутафуд а адама бэмисват а адам». Да, то есть в шмите уже земля подключается к человеку. «Имкэн еждимйон иньяни бэнь штэй га шутафуёд бэнь га тура шибаль бэ лэмисват а шмита». Если так, есть подобие между двумя вот этими партнерствами, между торой устной и заповедью субботнего года шмиты. Вот как-то так, не очень простой отрывок? Да, не очень простой. То есть мы сказали, что параша, в этом случае, это вот соседство, оно говорит о том, что все подробности, они исходят из Синая, да? И в частности, и Усная тара. И почему именно сказано про землю это? Потому что материальный мир, он как бы необходим для… тоже как бы в какой-то степени он является партнером человека в исполнении заповедей. Должен быть задействован как-то. Без него никак невозможно. То есть она как бы символизирует две вещи, земля, шмита в этом отношении. Как партнерство человека, поскольку все подробности и Усная тара в частности выходит из горы Синай. А во-вторых, поскольку это именно земля, то есть это партнерство, оно соединяется на материальный мир, и материальный мир должен быть задействован, если я правильно поняла. Ну да, так и есть. То есть здесь как бы два таких, что ли, символа, да? Как бы гора. И есть тут еще возможная параллель, которая Рам не приводит. Безусловно, есть параллель между субботой и субботним годом. Тоже семилетний цикл, да, в котором земля должна отдыхать, так же, как человек обязан отдыхать в субботу, и так же, как человек свидетельствует своим субботним отдыхом о творении, то о том, что за шесть дней был сотворен мир, а в седьмой он признает как бы результат творения субботы Всевышнего. Так же и земля, она тоже находится в каком-то своем цикле взаимоотношения в этом, и поэтому ей тоже требуется. Она тоже как бы свидетельствует, должна свидетельствовать о том творении, да, тем, что она шесть лет ее обрабатывает, и на седьмой должна быть у нее отдых. Вот это сильно, да, то есть, действительно, понятие шаббата, да, который, как мы знаем… Ой, я тебя не слышу. Меня слышно? Теперь да. Это у меня, наверное, что-то. То есть, получается, понятие шаббата, который, как мы знаем, это посольство грядущего мира, да, духовного мира на земле, то есть, оно здесь, в этой заповеди, доходит до самой почвы, до самой земли, да, не то, что человек, а даже сама земля, как бы, она получает вот этот субботний покой и какое-то прикосновение вот к небесам, получается. Да, здорово. Ну, хочешь, чтобы я дальше читала? Да, тогда я передаю микрофон на камеру. Слово «тавкит» всегда меня… Это одно из немногих слов, в которых я очень застреваю на них в переводе. Скажем, роль устной тары и письменной тары. Это не совсем точный перевод, но нет, вот именно в этом слове нет полного… Ну, роль, задача, предназначение. Да, да, да. Специальность. Ну, профессия, я знаю, это такие вот какие-то, такое пространство, в котором я не знаю. Устная тара – это «галаха», то есть закон. Это учит меня, что я должен делать. Я не могу вывести даже одного закона из простого смысла писания. Письменная тара была написана для того, чтобы научить меня управлению Всевышним, тому, как Всевышний управляет своим миром. по истории, его человеческой истории. Как бы говоря, познай из этого исторические ситуации, в которых действует Всевышний. Это помогает мне разобраться в смысле эпохи, в которой я живу. С помощью письменной тары я могу понять, в какой исторической ситуации я нахожусь. Писание – это книга, которая была записана в эпоху пророчества. Бе-од-ха-мешна, нехтыва бей-дан, шел-ахар, а-в-саккат-ан-вуа, бе-хур-бан-абай. Тогда как «мешна» была записана в эпоху после прекращения пророчества и разрушения храма. Элло, ул-амот, а-нит-ла-им, сшуним, ментальным, сшуним лигам. Это совершенно различные по ментальности эпохи. В сегноне-хат «Неймар», «Тора» шабхитав, аф-ал-пи-ши, «Тора», и «Мелабинат оттану», «Бейкар», «Дерех Эбет», «Шел-хна-гат-а-הистория». Не знаю, в сегноне-хат, в каком-то стиле. По-другому можно сказать так. А, по-сегноне-хат, да, можно сказать так. Тора шабхитав, то есть, письменная тара, несмотря на тара, она учит, то есть, как бы, тара, в скобках я замечу, тара, может быть, значение закон. Тем не менее, «Мелабинат», она учит нас в основном «дерехерис», то есть, правильному поведению в управлении историей, как принято управлять историей, как управлять историей. Тора шабхитав, но «мешна» — это устная тара. А вот устная тара в основном учит нас закон. Тария в смысле закон. Вот, поскольку в ней есть также правильный путь в усвоении правильных качеств душевных. Я... Ну, да, продолжим дальше. Андрей, прокрути, пожалуйста. Нет, а это все, это конец отрывка. А, да. Это какой-то очень важный базовый отрывок, который объясняет суть письменной тары. Несмотря на то, что там есть очень много законов, и эти как бы все законы, они являются основой для законов реальной жизни. Тем не менее, базовое, главное ее значение в том, что мы через нее изучаем, как все очень управлять миром. А законы, собственно, они там, действительно, это я так от себя говорю, они появляются вторичным, скажем, способом. Главное там — это рассказ, нарратим, а комплексы законов, повторяю, появляются в связи с какими-то событиями, в связи с какими-то требованиями времени или ситуацией. Почти всегда. То есть это, безусловно, не кодекс законов, он не устроен как кодекс. И иногда похожие законы, или они те же совершенно в разных местах тары находятся, иногда противоречат друг другу. Но они соответствуют именно, они появляются в соответствии с историей, с нарративом тары, которые являются более базовой вещью, чем сами законы. Ну, тут, мне кажется, еще есть игра слов, да, Дерехеретс — это буквально означает путь Земли, и также это означает такие базовые моральные нормы. Да, поэтому я сотруднилась в переводе, как правильно перевести в консервисе каждого. Да, правда. Ну, вот да, как раз это теряется при переводе. Получается, что письменная Тора нас учит, нам рассказывает путь Земли, о том, как действует Земля, как вся история, Земля в плане истории человеческого общества, как оно идет к Всевышнему, как оно возвращается, проходит через какие-то кризисы, исправления и так далее. Да, но из этого мы не можем учить, как действовать лично каждому человеку, конкретному народу. А это мы учим как раз из устной Торы. То есть как бы нам письменная Тора дает некую карту, по которой видно, на какой точке всеобщего процесса, пути Земли нахожусь я. А куда по этой карте двигаться, компас или какую-то там линейку дает уже устная Тора, которая дает конкретные указания, как поступать, куда поворачивать и так далее. Ну, я как-то так понял. Ну, интересно как бы, да. Ну, можно. Так, ну хорошо, если нет вопросов, возражений. Так, да, я почитаю. Григорий, не хотите почитать? Почитать? Да. Почитать? Нет, пока не смогу еще. Ну, ладно. Пока еще не смогу. Так, ну, тогда я прочитаю следующий отрывок. АТОРА МАТИША. Тора, как это, изнуряет, истощает. АТОРА НИКРЕТ ТУШИЯ. Это Мишлей 8.14. Там, цитата, да, МИПНЕЙШИГИ МАТЭШИТ КУХАШИЛЯДАМ. Ну, как в Мишлей сказано, что ТУРА – это ТУШИЯ в плане премудрости, да, какая-то. А в трактате Санхедрин сказано… Мудрость ТУШИЯ, да? ТУШИЯ, да. Но здесь, собственно, игра слов, да, что ТУШИЯ как премудрость… Да-да, я понимаю. И так сказано в Мишлей, да. А в Санхедрин сказано, почему ТУРА – ТУШИЯ, да, почему она… Нет, все-таки это избавление, по-моему, от слова ЛЮШИЯ. Нет, тут же нету Айна. А, это без Айна? ТУРА умудряет… А-а-а, извини, извини, все верно, все совершенно правильно. Это я со своей дислекцией. Да, это дает разум, да, все верно. Да, ТУРА дает разум. Ну, я сейчас посмотрю, Мишлей 8.14. Да-да, правда, ты совершенно прав. Я просто как-то прочла, услышала не так. О, даже здесь так сказано, да, ТУШИЯ – у меня советы правды, я разум, у меня сила, да. А Санхедрин пишет, почему ТУРА названа ТУШИЯ, да, потому что она забирает силу человека. То есть вот это умудряет и забирает силы, да, это одно и то же слово. В слове ТУШИЯ есть два противоположных смысла. По простому смыслу это сила, а по ДРАШУ – это истощение, то есть слабость. Как такое возможно, что то, что является силой, изнуряет, да, истощает, то есть лишает сил? Чему это можно уподобить? Человеку, который по указанию врача начинает ходить в гимнастические, начинает заниматься гимнастическими упражнениями для того, чтобы укрепиться. И после первого же занятия он не способен двигаться. Почему? Потому что первая встреча с новыми силами жизни истощает. КАХ ГАМ ХАТУРА ШИГИМ АДРИГАТ ХАИМ ГБОГА БЕГАРБЕ МИЗО ШЕЛЬ ХААДАМ ИРГИЛЬ Также и ТОРА, которая является ступенью намного более возвышенной жизни, чем той, к которой привык человек. ВАШИАЛЬКАХ МИТХИЛАТ ХАДЕРЕХ ИМЕТИША И ПОЭТОМУ В НАЧАЛЕ ПУТИ ОНА ИЗНУРЯЕТ ВОТ ТАКОЙ ОТРЫВАК Ну, в общем, по-моему, здесь как раз понятно. Никакой такой суперсложности нет. Или я не вижу. Ну да, в целом все понятно. Хотя, в принципе, конечно, это важный в жизни такой урок, что не нужно бояться того, что тебя изнуряет. Иногда это как бы во многих вопросах, не только физического, главное, духовного, ну просто, и вообще, в их там жизненных воспитаниях, ну, скажем, в современном обществе принято говорить, такое, это, как называется, стереотипное такое высказывание, которое, конечно, не всегда правда, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Любивает. Или делать слабее. Да, ну вообще говоря, есть... Поскольку его так любят цитировать, приходится признать, что есть в этом какая-то... Иногда так бывает. Часто так бывает. Ну, конечно, не всегда. То есть так может быть и на самом деле с физическими упражнениями, и с Тарой. Мы знаем, что она... для достойного она вексель жизни, а для недостойного она может быть ядом. Так что это, так сказать, больше не о чем мне сказать. То есть получается, что, в принципе, когда человек сталкивается с какой-то силой, на несколько порядков более сильной, чем он, то он, силы теряет, потому что он недостаточно крепок, чтобы эти силы в него перешли, чтобы он к этому подключился. Получается, как в случае с гимнастикой, так и в случае с Тарой. Да, ну, если сунут пальцы в розетку, это вообще, может быть, неудачная идея. Человек не настолько силен, как, допустим, электроприбор, который может выдержать этот контакт с электричеством. Ну, Тара, она все-таки, конечно, хороший пример того, что действительно, она требует много сил, много для изучения, много времени, много вложений души. Но, в конечном итоге, она дает человеку очень больше в результате, я думаю. Так что, в принципе, для Тары это почти все, наверное. Ну, потом дальше так будет. А, нет. Да, это следующий. Тара, что в Альфе, кудемы, 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 Мусснаетара, она плеческо, это письменный тарин. Амара Тану, в Трактати, в Талмуде, так-таки, в Талмуде сказано, до этого места Всевышний говорил, и Маше говорил и писал. То есть записывал Тару. Миккан в Иллах, то есть последние 12 тихов, Тары, который начинает со смерти Моисея, это я отсюда добавляю, а Кадош Баруху умер, Маше, Кутэв бедема, а Кадош Всевышний говорил, а Маше писал в слезах. Ну, тут есть разные комментаторы именно к этому отрезку Талмуда, что значит бедема, но мы посмотрим, что пойдут с каждым шефом. Медаек Гаон бивил, ах, ох, интересный его комментарий, а Гаон из Вильна, а Кадош Баруху умер и Кутэв, дает его место, Всевышний говорил, и Маше повторял и писал, «Коломар Моше, хайя омер лепне шея кутэв». Он, именно, Моше дубарио, прежде чем записать. Медуа? Почему? Иху хайя церешт леофофута тура шемеал шельмала, потому что он должен был превратить в высшую туру, тура шельмала, которая представляет собой смесь букв лемелим. И он должен был превратить эту смесь букв в слова. То есть, как бы он занимался такой работой составлением слов из букв. Как бы вам высыпали на стол буквы, а вы должны из них составить какие-то слова. И он осознавал, как их нужно составить. Мне кажется, здесь имеется в виду, что он получал порядок букв без промежутков между словами. И чтобы понять, где делать промежутки, нужно было это произвести. Может быть. Может быть. Но тут написано «тороучили» то есть смесь букв. Ну да, буквально здесь смесь букв. Так что, в общем, так или иначе, как-то это было не прояснено, пока он не записывал. Это в нужном порядке или в нужном... Нет, пока он не произносил. То есть, чтобы понять, как записать, он должен был произнести, повторить. Да. У меня наоборот с английским языком. Когда кто-то что-то говорит, я ничего не понимаю. Я должна себе представить, как это написано. тогда я начинаю понимать. Поэтому Моше хая умер, где шею милим хатухот. И поэтому Моше должен сказать, но, видимо, это больше похоже действительно на комментарий Андрея, чтобы слова были разделены между собой. И после этого он записывал то, что он говорил. Микан, что Тора, что Балпе, думали Тора, что Биктав. И отсюда мы делаем вывод на Тора, что Тора, что Балпе, она первичная, она раньше, чем Тора, что Биктав. Ну, дальше, ну, не важно. По-моему, дальше идет комментарий у Виллиска у Гаона такой, что последние 12 пехов он не произносил, поэтому не понимал вообще говоря, что там написал. А, то есть он только записал, да, и поэтому даже не понял, о чем там идет речь. Да, в общем, я сейчас сто процентов не помню этот комментарий. Ну, мне кажется, так, да, что он записывал и не понимает. Вот это вот комментарий, по-моему, Виллинского Уголова. Ну, я не ни на сто процентов уверен. Там просто много разных комментариев к этому. Например, есть такие комментарии, что, ладно, не важно, не будем сейчас в это углубляться, потому что совсем не наша тема, а то, что он хочет сказать, что вот это вот то, что приводит Талмут как бы чисто техническую вещь, вопрос, на самом деле, чисто технический, как может быть так, что Машей описывал то, что случится после его смерти в Таре. технический дает на это как бы ответ, а этот ответ развивает и расшифровывает как бы еще Вилинский гаус, когда объясняет, что здесь есть намек на то, что предшествие устной тары письменной, самой формы того, как это происходило, в ней есть намек на то, что устная тара, она предшествует письменной. В каком смысле предшествует? Что она стоит за ней, что она была задумана до того, как записана еще письменная тара. Несмотря на то, что как бы в письменной таре у нас, как мы сказали, превалирует рассказ, нарратив и так далее, за всем этим в основе всего стоит закон. Без него никак невозможно. На нем как бы все держит. Так я понимаю. Ну, да, это только один из примеров, такой достаточно фундаментальный. Просто Раф Шерки еще приводит, что Моше спускался с горы и рассказывал евреям то, что он получил у то, что ему передал Всевышний, например, как завязывать цицид. Рассказав им, он, допустим, записывал то, что он получил, то, что он рассказал, ушел спать. И тут приходят два человека, которые, допустим, у них что-то не сошлось. И они приходят, читают, Моше уже спит, видят, что то, что он написал, не совпадает с тем, что они от него услышали. И чему они будут верить? Они будут верить тому, что они услышали из уст Моше, не тому, что он написал. То есть это говорит о том, что все-таки предшествует устная тора, или же живая традиция, которую мы сейчас будем писать. это тоже медраз. То есть медраз, он наставит на этой идее, что это база, на которой все держится. На самом деле, даже с точки зрения современного, скажем, человека, логики, письменную тору мы, собственно, получили от мудрецов. И толкование, как она записывается, и огласовки, и все остальное. В каком-то смысле письменная тора тоже покоится, основывается на устной традиции без передачи. Без этой передачи мы бы не могли ее, мы бы о ней даже не знали. Она так же, как и другие законы, которые в торе не записаны, она вместе с ними получит. Да, и получается, что даже письменная тора, она все равно держится на нашем вере мудрецам, что они правильно записали, правильно оголосовали, передали нам и так далее. Хорошо, если нет вопросов, возражений, тогда я прочитаю следующий отрывок, который называется «Живая традиция». Свиток Тора в целом не предназначен для того, чтобы его произносить при скоплении народа. то чтение торе, слух, который происходит в наши дни по шаббатам второй и пятый день, то есть понедельникам и четвергам, это установление мудрецов, а точнее установление пророков. Единственное вот это чтение про возглашение Торы, которое упоминается в Торе, это чтение Торы царем на праздник Суккот. Когда весь народ собирался послушать его чтение. Мы должны помнить, что в период, когда было написано Писание, в Танах, в Танахический период, Аллахот, то есть практически законы, учили из самой жизни. Адам яда кетсат ле хакри в курбан о ле хафри штрума у масрот ломипнэйшэгу кара зот батурам. Человек знал, каким образом приносить жертвы, отделять трумот и десятины, не потому, что он читал об этом в Торе. нia ото но потому, что его отец и отец его отца делали так и научили его. Адам который хотел принести жертву, не читал книгу Ваикра, но обращался к Коэну, который учил его и наставлял его устно и в ощутимой форме. Это то, что немного забылось в наши дни. Люди думают, что Аллахот можно выучить из книг, а это не так. Книги представляют собой нечто вроде индекса. Это напоминание в случаях, когда пробуждается спор. Я согласен. Или когда возникает новый вопрос и хотят выяснить в прошлом, проанализировать старое и из этого прояснить Аллаху указания в новой реальности. И в конечном итоге акцент на том, что живая традиция находится внутри народа. И ее суть находится не в книгах, а в живых людях. Да, это очень важно, просто я это понимаю. И, кстати, об этом всегда Натан очень любит говорить, что вот, типа, то, что делают евреи, жизнь народа – это важнее, чем книжки или какие-то там гласущие. Он, может быть, вперед иногда слишком прямолинейный до конца. Но, вообще говоря, именно, хотя мы знаем, что было много ошибок у народа Израиля, они делись неправильно в разные периоды истории. Тем не менее, есть какая-то линия закона, которая проходила через всю историю, которую евреи хранили, которую евреи соблюдали. И поэтому, может быть, мы иногда бываем слишком консервативны, но поскольку мы вот это, как это, скрипачная криша – tradition, да, это святое. Потому что закон, он вот живет традицией. И очень трепетное по этому к ним отношение. Хотя с временами возникает действительно необходимость к каким-то изменениям, но они происходят постепенно. Может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но, с другой стороны, именно потому, что вот это живая тарайка, как раз то, что есть у нас. Ну да, и даже в Талмуде есть правило, когда не знаешь, как поступать, иди, посмотри, что делают в народе. Ну, это, возможно, немножко не совсем то. Есть такое еще понятие, это близкое. Если они не пророки, то дети пророков их, да. И тогда, когда Милель забыл, что делать ножом, если Песох выпал на субботу, да, нужно доставить его на Храмовую гору, а это общественное владение, в котором нельзя переносить ничего. И тогда он сказал, да, вот пойдите, посмотрите, что делают народы. Те, которые везли, шли с овцой, они воткнули в шерсть овцы этот ножик, а те, которые шли с бараном, он цепил за рога, не барана, а в козу, когда есть другая шерсть, там не будет держаться. В общем, в таком духе. То есть народ как-то выпрятился. У них были идеи, как поступить правильно в такой ситуации. Но это как бы... Я думаю, что да, это два явления одного порядка, конечно. Я хотела сказать. И поэтому так много вообще... Не только законов. У нас все же в теории евдоизма очень сильно различаются законы, в зависимости от того, это законы старые, или это постановление мудрецов, или это обычаи и так далее. Важно знать, какой важный. В каждом случае есть свой уровень запрета. Тем не менее, даже просто обычаи даются очень много значения, и специально избирают талмуд в ситуации, какие обычаи человек должен соблюдать, допустим, когда он переезжает с места на место и так далее. Обычаи своего места, или обычаи места, в которое он прибыл, и так далее. Это очень у нас критично в Израиле. И, в общем, это действительно... Эти как раз эти мудрецкие постановления, какие законы человек должен соблюдать, когда он переезжает на новое место, в Израиле очень часто они нерелевантны, потому что тут образуется новое поселение. И туда приезжают люди со всех концов земли, с разными совершенно обычаями. И должны ли они создать какое-то новое своеобычай в этом поселении? Или должен быть кто-то, кто задает, решает этот вопрос для всех? Это непростые такие вещи, но обычно как-то они действительно вот таким же образом, как живая тара, они как-то решаются. Или образуется несколько синагог, или в одной синагоге все зависит, какому молитвеннику молятся, все зависит от того, кто является. Картером в этот день, и так далее, и так далее. То есть как-то вопросы решаются, хотя они как-то жизненным путем уже, а не тому, как это постановлено в втором году. То есть в итоге получается, что сейчас в земле Израиля происходит какая-то вот такая тряска, и формируется новая уже традиция. Не сказал бы, все очень по-разному. Есть такие общины, например, именно в Харидивном обществе, это устоявшиеся общины какого-то определенного направления, у них нет проблем. Где есть проблемы, во всяких новых поселениях, в районах новых, в которые съезжаются люди совершенно разные, из разных общин. Но там часто есть разные синагоги, там сифардские, йеменские, такая-сякая. Но это не всегда работает, потому что часто очень собирается в каком-то поселении или в каком-то месте, в районе, где нет много религиозных, например, есть одна синагога, и там надо как-то решить, по какому обычаю, скажем, молиться здесь, и как там принято поступать. Ну и как-то… Хотя были действительно и попытки создать новый израильский такой обычай, скажем, есть такой молитвник специальный, который в армии разработан, назывался носахриахид, то есть общий для всех. Но, тем не менее, по-моему, популярности не завоевал, особенный. И, кроме того, например, есть попытки так создать новые обычаи в отношении, как в Песах такие продукты есть, такая, коррадация китни-йод, ну не совсем определенная вещь, которая в ашкенадских обычаях, общинах, еще ну и в других некоторых тоже не было принято, есть их в Песах, несмотря на то, что это никакого отношения не имеет хамедзу, который запрещен, или продуктам из злаков, которые запрещены в Песах. И был такой, есть одна такая попытка, или даже не одна, создать новые израильские обычаи, сказать, что мы здесь все приехали, мы не обязаны там, приехали в новое место, оставили свои, так сказать, прошлые общины, мы создаем здесь новую общину израильскую, почему мы должны соблюдать эти совершенно нелепые законы запретов китниевых. Но, опять же, не всех это убедило. Это время, оно постепенно, может быть, и создаст когда-то единый обычай израиль, но это, так сказать, долгий процесс у сушек от русских. Ну да, это как раз и есть тот живой процесс, создающий традиции новые, да, и он как раз активно движется сейчас и происходит в Израиле. Ну, происходит, насколько активно, я не знаю, трудно предсказать, чем это кончится, потому что, ну, в общем-то, да, например, в Скотт-Нью-Йорк видно, что каждое следующее поколение, оно, как бы, оказывается больше людей, которые не придают им большого значения. Постепенно, как-то, в обществе, хотя, как бы, в семье, может быть, и строго соблюдались запреты эти, а уже, так сказать, молодые люди почему-то, как бы, считают логичным этот, как бы, запрет не принимать внимания особо по той или другой причине, как бы, ссылаясь на то или на это. Хотя, на самом деле, действительно, это особого смысла сегодня в Израиле для него нет. Ты снимаешь с полки горошек, там, допустим, совершенно очевидно, что он, в нем нет никаких следов. На нем написано кошельное допрессов, совершенно ясно, что в нем не будет никакого следа златого, тем не менее, почему традиции, как я уже говорил, иногда трудно эти традиции, хотя они теряют смысл, но это, ну, теперь они отмирают, те, которые теряют смысл. В общем, на всяких лучи янами. Но это длинный процесс такой. Именно потому, что у этой вот живой тары, которая в народе, у нее есть два эффекта. С одной стороны, она, как бы, у нее есть собственное ускорение, которое трудно его поменять, направление, замедлить. Даже тогда, когда обычно теряется. С другой стороны, у него есть какой-то собственный механизм изменения. Ладно. Слишком много, наверное, этого внимания. Нет, как раз вот это самое интересное, как происходит в современной земле Израиля, как формируется вот эта самая живая традиция, которую мы читали, как она раньше хранилась, и как сейчас происходят вот эти какие-то мы находимся внутри процесса, поэтому очень трудно его адекватно оценить, когда ты находишься внутри. У тебя очень маленькая резолюция, очень маленький промежуток времени, который ты наблюдаешь этот процесс. Ты видишь какие-то небольшие изменения, а изменения не всегда какие-то такие тенденции, она видна только на большом отрезке времени. Тем не менее, происходит что-то, конечно. А вот у меня еще вопрос, вот то, что Раф здесь пишет, что это за проблема, что в наши дни забывают об этом, что законы учатся не из книг, а из живой традиции. Люди думают, что Аллахот учится из книг. Это кто об этом забывает и пытается учить? Мы все забываем, мы все так поступаем. В этом проблема книг на самом деле, действительно. Образованность это, с одной стороны, тоже хорошо, потому что я знаю, я могу открыть Шелхана Рухи, я могу посмотреть всех комментаторов к нему и так далее. С другой стороны, вот эта доступность книг и комментариев и сегодня это респонсов и огромное количество в интернете ответов всего, что хотите, она действительно, то, что Раф хочет сказать, она немножко затемняет тот факт, что, в принципе, люди же учились, как проверять муку бабушке или как не важно, как шаровать посуду маму, бабушке. тоже. Это вещь, которая естественно передавалась, для этого не нужно было заглядывать ни в какие книги. То есть, в основном, это тоже, мне кажется, позитивный вопрос, что иногда возникают обычаи, явно, которых никакого смысла нет. Даже есть такой известный анекдот, какой-то человек попал, путешествовал, попал в какую-то синагогу, в местечке, в котором остановился там на ночь, и увидел, что во время молитвы в каком-то месте все, вы, может быть, слышали, нет? Все, которые, по-моему, это было Симхаттарада, и они ходили по кругу там, вокруг бимы, и в каком-то месте все пригибались. И почему они нагибались, он никак не мог понять. И он спрашивал у всех, и никто не мог дать ответа. Ну, там длинные разговоры, это длинная история, как всегда, во всяких рассказах. Конечно, мы только нашли какого-то старика, древнего, который уже не мог ходить, и привели его к нему. И он сказал, я помню, мне еще мой отец рассказывал, что в этом месте когда-то была балка, поэтому всем приходилось пригибаться. А потом эту балку убрали, но все продолжали пригибаться. есть и минус в том, что ты усваиваешь вот так вот из жизни как все делаю, так и я делаю. Потому что важно знать, откуда берется закон, его уровень, какие есть разногласия, какие могут быть ослабления, какие хумры, какие устражения стоит брать, какие не стоит брать. Для этого важно быть оправдованным, читать, учиться, изучать Галаху в том числе. С другой стороны, это есть и минус, потому что это немножко надвигает восприятие традиции живой передачи детям и так далее. вот в том-то и дело я тоже хотел сказать, что ну вот скажем про меня, про моих друзей, которые по традиции в семьях не так уж много получили, а вот собственно говоря первая это была вот эта вот книга, которую держишь в руках, которая стоит в книжном шкафу, вот где написано Тора, вот, что иудаизм это вот это, а уже потом, когда что-то тебе начинают рассказывать, то начинаешь думать, что может быть действительно это вот как про историю с Балкой, и даже вот сейчас у меня иногда возникают вопросы, хотя теперь-то я уже знаю, что все-таки устная Тора предшествует, но об этом много говорится, вот, но все равно часто возникает вопрос, а где все-таки проходит граница, что является обязательным для религиозного еврея, а что-то сказать, это какие-то ну, вещи, в которые хочешь верь, хочешь не верь, так сказать, хочешь относиться это к шуткам, вот, или к обычаям, границы все-таки должны быть. Ну, природи доверять печатному слову. Да, ну да, действительно, на самом деле, для того, чтобы себя в этом пространстве идентифицировать, найти свое место в нем, как бы ты должен в нем жить. И, на самом деле, и учиться, действовать и все это вместе. И тогда, как бы, у каждого это равновесие, эта точка равновесия, она своя. И даже, как бы, в месте, где я нахожусь, я вижу какую-то окружность свою, и говорю, вот этот вот, он еще в кругу, который я вполне принимаю и понимаю, а это уже за кругом, это уже, извините. А другой человек, который находится в своей точке равновесия, у него этап окружности будет другая, он скажет, этого я не готов принять, или, наоборот, этого я готов принять. То есть, это очень такая динамичная система, хотя, есть какие-то рамки, которые, в общем, все люди, которые себя считают религиозными евреями, скажут, это уже за рамки, очень общая такая же. Но и внутри каждый себя может, так сказать, есть возможность себя или необходимость себя где-то идентифицировать, свое место в этом, есть какая-то напряженность внутренняя, да, то, что ты говоришь, это шутка, и до какой степени это шутка, и в каждой шутке есть доля шутки, или они серьезно говорили мудрецы. И как бы тут разные люди судят по-разному, это живая вещь, юдаизм, это не догматы такие, которые попытки действительно, есть у нас 13 догматов веры, которые выставили, но хорошо, тем не менее, есть люди, которые не со всеми догматами их не выводят за рамки иудаизма. Поскольку это не догматическая собственная религия, это какой-то образ жизни, в котором все, и устная тара, и письменная, и кодексы, и комментарии, и талмуд, и хатистские истории, и моя жизнь частная, как она есть, так что это, может быть, опять слишком много слов, но это я пыталась ответить на вопрос еще. Нехам, а я еще хотел спросить, вот мы учим Рабина Ахмана, Рава Кука, то есть в основном то, что из Европы, ну, Рав Шерпи, да, понятно, что это все, он родился в Северной Африке, вот, но все-таки тоже, а вот, например, самаркандские евреи, грузинские евреи, вот там были какие-то мудрецы, которых, может быть, мы не учим, потому что они из другой традиции? Не в этом дело, там просто, как сказать, были перерывы традиции, и я как раз, поскольку были там экскурсии, у них своя традиция, но она такая, там не была отдельной какой-то традиции, там было возобновление, были какие-то мудрецы, которые, так сказать, приходили поддержать, восстановить, но не было такого, как, например, там отдельные, отдельные, как это сказать, поддержанные как бы мудрецами этого места традиции, как у йеменских, как у сефарских евреев, линии такой, которые, понимаешь, там в основном же линии проходили через от Талмуда к тем местам, где его изучали всерьез, это не Грузия и Самарканд, хотя они как бы и хотят сказать, что первые евреи сюда попали еще очень-очень давно, но, например, вот в Узбекистане было, наш гид объяснял, что, несмотря на легенды, все же первые свидетельства о том, что там вообще есть евреи в Узбекистане, они идут от Бениамина из Туделлы, это путешественник известный, такой, средневековый, и тоже они не очень не стопроцентно достоверны, поскольку, в отличие от других его всяких описаний, которые очень-очень подробны и детальны, о том, что происходило в Узбекистане, там, в Самарканде, он писал очень как в общих чертах, то есть, видимо, он до туда все-таки не доходил. это довольно поздний период, в это время там как бы уже совершенно было непрерывающее селение традиций комментирования Талмуда и возникновение кодексов и так далее. Это некоторые, так сказать, трецов-то, а там этого не было, да, в общем, ни в Грузии, ни в Самарканне, поэтому никакой отдельной традиции в смысле комментирования, в смысле мудрецов там не было. То, что у них сложились какие-то их традиции, это как-то зависело от того, откуда они пришли. Ну, в общем и целом, например, вот в Узбекистане там сифарская традиция, да, и в Грузии, по-моему, тоже. Спасибо. Интересно. Не, ну, это я не небольшой специалист, я тут могу что-то, скажем, и напутать, да. Если конкретно вас интересуют какие-то места, надо просто посмотреть, что там, как развивалось, какие там были, ну, например, в основном же есть различия между Ашкино и Сифардской глухой и постановлениями, как они принимаются окончательно, например, у Сифардов там принято по наиболее авторитетному мудрецу принимает постановление, а Ашкино по последнему, потому что, как бы, считается, что последние, даже они не такие авторитетные, но они знают гораздо больше, чем первые, потому что за это время между первым и последним много высказано чего. в общем, это как бы изначально там есть расхождение по многим вопросам между Сифардской и Ашкино законами, но они не такие, как бы, не такие уж принципиальные, просто они и вообще говоря, не очень сильно, например, если я попадаю в Сифардскую синагогу, это для меня не что-то совершенно другое, очень похоже там, там добавляются иногда какие-то стихи тут и там, иногда порядок и другое, но в общем, это они читают вслух все вместе, а мы читаем по себе. Хорошо. Ну, в общем, это все очень похоже. Между нами все-таки отличие не очень принципиальные. почему-то мы именно на этом отроке как-то мы очень заговорились, а дальше идет новая глава, да? Да, дальше идет новый раздел, который начинается изучение Тора, это было Тора, а теперь изучение Тора, и я думаю, мы его начнем уже в следующий раз. Он заболтал, я вас. Не-не-не, это я виновата, я так рассказываю. Это как раз тема, живая традиция, вот мы и узнали, как она развивается. Спасибо вам на добром слове. Известно, да, в Томуде написано, что в мире сошло 10 мер разговора и 9 взяли себе женщины. Что тут можно сделать? Значит, так надо. Тем более в последние поколения. Захватили? А? Тем более в последние поколения роль женщины усиливается, как сказано. это я не знаю. Просто известно было, что женщины всегда больше склонны к разговорам. Так, как бы всем это известно. Ну, не знаю, в древних временах. Хотя мало что про женщин сказано в Томуде. Не все же но. что-то меняется в последних поколениях. Тоже что-то меняется. Ладно, но это уже отдельная тема. Ладно, спасибо, Григорий. Спасибо. Вам. и всем спасибо за участие. Лена, была сегодня молчаливой галлюцинации. Галлюцинации? Лена сегодня была молчаливой галлюцинацией. А это из Карлсона, по-моему. Я буду молчаливой галлюцинации. Или не сказал что? А тут это я.